Собирались воевать, будем строить мир. В энергиях озера Моносаравар очищаем энергии страха. Сейчас. Визерная энергия страха, паники, неверие в будущее, растерянности, ужасов, фобий. Любые теневые аспекты, фоновые, которые способствуют сейчас наращиванию конфронтации. Которые приводят к тому, что будет нарушен мир и покой всех живот существ. Пусть эти свечи воронками собирают с всех наших соотечественников, с украинцев и тех, кто здесь находится. Деструктивная энергия, разорение, страха, старая память о войнах, которая поднялась в душах людей. Сейчас все выглядит совсем по-другому, но срабатывают страхи. Играет, кстати, не воинственная мантра, это тюбетские молитвы для мира на планете. И сейчас многие мастера сидят для мира. Можно сейчас выпустить в эти воронки страх. А здесь Мара, Кали, Геката и Сехмет. Сехмет вообще богиня войны, равно как и Мара. Кали тоже. По диагностике это самое нормальное для изменения ситуации, перевести воинственные энергии и вот столько еще защиты всего остального в мирное русло. Я это сделала в озере Мана Саравар, это озеро священной тишины и покоя, умиротворения. Пусть всякий самонастрой, который тоже оракулы показывают, паники и ужасы сейчас черными воронками из головы, из сердца, из всех органов выходят в эти свечи. И каждая по-своему работает с этими страхами, теневыми энергиями. Вот эти свечи красные, это были защиты, тут все воины, ну все божества защиты и силы воины. Они и дают военственность. Тут если хочется войны, это самое то месиво получилось бы. Вот эти свечи инские черные, они забирают все как воронка. Вот туда сейчас надо направлять. Можно представить себе, что вы стоите в фитиле, а фитиль как лазурное голубое озеро. Ссылку я могу оставить на Мана Саравар, кто не знает, под видео. Надо фитиль это озеро и представить, что фольга это озеро. Озеро покоя, умиротворения и эти воронки просто сейчас заберут, стоя на глади этого озера, заберут весь негатив и страх. Все, что мешает снова ощутить покой, уверенность в себе, заземленность, умиротворение, спокойствие и защитить свои границы и границы своего государства, своей территории. Вот тут лежат карты, которые в итоге показывают результат для Украины, для армии, для людей, которые смотрят. Мы вдвоем смотрим слезь и потом доложу для людей, которые еще будут смотреть. Но я думаю, это общий результат, вам дельфин получился. Если умиротвориться, скажу честно, я тут воевать хотела, и результаты получались очень разные, и очень все воинственное получалось, и двоянка. И совет был успокоиться и настроиться на мирный лад. Значит, еще раз, все страхи, вся паника, поднятая по миру, вся агрессия на всех территориях, включая там украинские и российские, и страны в мире, кто там боится мировых войн и всего остального. Сейчас это все забирают четыре женские ипостаси, отвечающие за теневые стороны, за исцеление, за правосудие и баланс. Это марена российская, славянская. Это калий, который отвечает за все теневые стороны и гневное проявление защиты. Это гекката с ее тоже защитами и восстановлением баланса справедливости и воздаяния. И это Сихмет. Она богиня войны. И можно сейчас, вот эта крайняя свеча Сихмет, можно сейчас представить, что ее огненная красно-черная энергия, гнева, вот такая примерно, переходит в бирюзовую, вот такую примерно. Энергию, как озеро. Ну вот еще бирюзовая энергия. В Египте, в Древнем Египте, вот с нами сейчас жрец Нави, жрец Мары. Сидит у них затишья, сидят и ждут мира и красоты. Сейчас я его вплютю сюда. Валерит написал. Это первая свеча его, он жрец Мары. Смотри, сколько сливается буря. Сихмет, двойна сливается. Остальные свечи. Здесь была бы такая бойня, если бы я сделала то, что я хочу. Где-то дети. Вот сейчас, может быть, кто-то тоже переживает такие же эмоции, как и я. А я воин по духу. Вот это вот все должно было гореть и еще четыре свечи. И это была бы тут Армагеддон. Камня на камне не осталось. А надо включить в себе мир и сбалансировать эти две энергии. И свою мощную инскую силу, вот эту поглощающую воронки, пустить сейчас на то, чтобы убрать всю агрессию в умах и в планах людей, которые диагностируются там. Маг, империя, дьявол. То есть это одержимые имперскими замашками. Там нету здоровых людей, тех, кто сейчас и принимает решение, и воюет. Поэтому вот нам надо и дьявола одержимость вот этими имперскими замашками тоже разрешить ввести в эту военную А в эту военную агонию. Я хочу, чтобы Березинка забрала всех солдат. Подержи, пожалуйста. Что будет, если я эту свечу зажечь в этом конфигурацию энергии для того, чтобы она высасывала из нападающих войск к агрессию, одержимость, дьявола, империю, мага? Кройка мечей, дьявол, императрицей перекрывается. Стоит ли добавлять к свечу? Уход эмоциональный, скука, юность, переход. Выскренность свеча Сихмет сдурела вообще. Свеча войны самая мощная. Охо там, грязи. И смотри, на карты очищения ничего не идет. Видишь? Даже чуть-чуть стреляет, куда пошла вся эта. Это, теперь вопрос. У меня форточка, правда, открыта. Вопрос. Результат для Украины, если я сейчас поставлю эту свечу для выжигания агрессии противника. Мак. Результат для ВСУ. Страх, борьба, эмоции. Результат для Одесской области. Поражение в стабильности. Для тебя закрытость, для меня выбор. Не трогаем. Для смотрящих легко нажрится. Не трогаем пока. Это какая-то будет еще одна энергия. Не там. Значит, вот сейчас Сихмет. А, я хотела Сета поставить, чтобы он забирал из воинственности. Мы сейчас вторые свечи зажжем, продиагностируем и зажжем. Это будет чистить Украину для мира. А вот эти огромное количество свечей воинственной защиты и всякой защиты. Вот, может быть, вторым словом сажжем. Так. Ну вот, из всех свечей эти были защитные и пугающие. И только Сихмет это богиня войны. И вот, что у нее творится. Выливается война. Некоторые бы сказали, отпадают слезы. Некоторые бы сказали, что это возвратные свечи. Мара, смотри, как стоит. Они там тоже идут под ней. Ну, там половина язычник. Калий никто, скорее всего, там не трогает. Остальные энергии. Там есть буряты, буддисты, и все, что хочешь. Египет нам вряд ли там. Ну, разве что эти. Путин со своей аннерго. Они-то как раз будут обращаться ко всем божествам военной и действиям. Остальные методные санкции. Это богиня Моров. Это эпидемия, эпизоотия. И единственное ее смягчение, говорю тебе, как жрец Египта, это напоминание ей, что она мама, почему я пошла этим путем. Что она мать, что она женщина, она дающая жизнь, что у нее есть дети. И она становится цивилизованной. И у них утренний ритуал, или когда эпидемия эпизоотии были, вот так вот, 24 на 7, у них был гимн, Солкин его переводил. Переводится как «Сменяя сердолик на березу». Чтобы огонь и адреналин в крови ушел, и появился мир и покой вот этого Мамасаравара и воды, женской энергии. Ну, в Египте это мило. У меня куча видео на эту тему есть, и нарисованных, и медитации усмирения войны, усмирения агрессии. Пусть вот на вот этой последней третьей свечи агрессия и одержимость по дьяволу тех нападающих, вот их сигнификации императора, она все время выходала. И там, где свечи шли с дьяволом, с этой одержимостью и искушением, мы их убрали. Мы их, вот они все отошли в сторону. Потому что они приносили войну, боли и непонимание. Эти свечи принесут мир. Вот это, ух ты, мне соль прям в рот с лицом. У меня солено теперь во рту. На дне была молитва, Украина получает букет, ВСУ получает очищение, нет, движение, лошадь. Значит, ты получаешь дельфина, смотрящий, да, кто там получает еще святую воду, и я рыбки получаю. То есть, Марова с ними ходит, видишь, их вычищаем. Мягко шла энергия. Она жесткая, она чувствовалась силовой, магнитная. И воронки сейчас можно продолжать. Вот со всех, кто принимает решения, на всех уровнях это противостояние очень многих государств сейчас идет. Все, кто принимает решения, всех, кто вот там, в танках воюет в качестве агрессоров, а не в качестве защитников, это одержимость имперской идеи и прокачка там, я не знаю, идеологическая, что им там, гуталину добавляют, как в Уфгане, я не знаю, что им добавляют и что им там, чешется, но там идет дьявол и агрессия. Ну, сколько они смотрели, я не сама смотрела, вот здесь я видела, одно и то же показывают, император и агрессия, и дьявол. Вот эту одержимость из умов разного ранга от дурачков в технике и пехоты до тех, кто раздает приказы и кто их поощряет и спонсирует, хотя спонсоров как раз и перекрыли, вот все воронками из них и из тех, кто их поддерживает, из тех, кто раздувает эти энергии. из всех засланных казачков и спрятанных здесь провокаторов и информаторов, тут тоже много всего и могут флаги вывешивать и панику раскидывать и клясся, и божество, что только что видели НЛО, тут что угодно может быть. сжигаем, расправляем, воронками отправляем из себя, из каждой клетки, из памяти клеток о войнах. Человечество это сплошные войны, мы миллионы жизней воевали и умирали в войнах, поэтому у нас такой дикий страх, мы бомб не видим, а страх дичайший, потому что клетки помнят, как это, душа помнит. Вот это все, все памяти о войнах человечества, давайте в огонь. можно 500 раз пересматривать и добавлять, добавлять, это называется коды войны, они есть внутри каждого из нас, а своих я сказала, да, я хочу из-за себя отомстить, и это и есть коды войны. Страх, любая энергия, одержимость, любая деструктивная теневая энергия, любое разбитое сердце и так далее, это отсутствие света. Единственное, чем это можно исправить и изменить, вот Клаус Джоула об этом все время говорит, посылом любви, можно посылать любовь к границам, стране, в СУ нашим, которые держат эти границы, посылать любовь даже тем нападающим дурикам, которые лезут на чужую территорию, прокаченные чем-то со своими идеями. Им колбасу кинули, сказали, что украинцы не существуют и они идут с этой идеей. То есть затуманенный мозг, давайте света в этот мозг, вот прямо этого золотого света огня, в мозг каждого, кто пошел, ну, почему-то пошел на другую территорию, в которой он не сидится дома, тому, кому хочется убивать, того, у кого какие-то боли и проблемы, раз он травмированный, ему хочется убивать, давайте засвечивать всех в золотой пространстве. Давайте этим куполом золотым вначале окутаем Украину, а потом всю планету, таким шаром золотым, как эфирное поле планеты золотое и золотые воронки в очищении над Украиной и ее границами там Польша и где стоят войска, с одной и с другой, с третьей стороны, четвертой, пятой, шестой, со всех сторон. Золотые воронки, золотые купола, идет очищение и золотыми нитями прошито каждое сердце всех жителей Украины и всех жителей Запореврика и всех жителей всех остальных государств, чтобы пришло полное спокойствие. Сейчас Тибет об этом парится. Сейчас многие практики понимают, что успокоить это можно только высветлив всем умы и остановил эскалацию. К большому счету даже та группа, которая это все развязала, хочет жить. И она со страху это делает. Ну вот пусть им там доктор поможет, таблетку даст. Мы золотым цветом добавим. От себя из примера, может не зря эту девушку дважды сегодня вижу. У меня есть визави, она же у меня таких две было женщины, она же соседка сейчас по предваннику, очень ненавидит животное, ненавидела. Любила ковыряться в земле, она так защищается, заземляется. И вот она каждый раз, когда ковыряется в земле, к ней подходят коты, потому что она на их территории ковыряется. И она их била камнями, маленьких новорожденных котят забивала камнями. Остановить это невозможно, она на меня с кулаками кидалась. Ну, подбегать, выдирать у нее котят, это и самой под камни попадать, ну и так было. И на меня она кидалась в ДВшник, муж ее останавливала. И там проблема с детства она такая и этот, и ненавидь чайшая. И вот когда она в очередной раз кинула в котенка, а я стояла с окна и пыталась это как-то остановить энергетически, у меня прозвучало, что остановить это может только посылом любви. Деваха и беременная была совсем дебильная. Ну, в общем, сложно это было посылать любовь к злу. Ее ненавидит весь год. Но мне пришлось из-за котенка. Неделю я от нее ничего понятно не впускала, а у Джоула надо бы впустить еще то, что человек посылает. Я наполняла ее любовью через силу, заполняла уши, рот, нос и все остальное, наполняла ее светом и любовью. Тут она что-то отчебучила, она кому-то нахамила, начали при мне ее обсуждать и вдруг поняли, что я как-то очень странно себя веду, а я автоматически пыталась ее собой прикрыть как будто бы или убрать из-под обстрела. И я вроде ничего не говорила, но мне сказали, а ты что ее защищаешь? Ну почему-то не в первых рядах говоришь, вот она бессовестная. А я внутри действительно ее защищала, я словила себя на этом, что я-то ее наполняю любовью, она теперь у меня как ребенок, ну капризный, но ребенок, и что на мое творение, на мое любимое что-то нападает. Результат через месяц, у меня еще один такой случай, вспомнила сейчас, результат через месяц примерно, копается она в земле, на пенечке сидит один котенок, за спиной другой, под руками третий копошится, а она себе копается дальше. Я ее даже позвала, у нее там попа и штаны вылезла из этих штанов все время, показала ей, что у нее штаны, она увидела и котят, и сидит, копается дальше. Максимум, что она сделала пару раз, это когда ее ребенок подошел, ну чтобы не трогала. Я просто обомлела и наблюдала за этим всем с окна. Дальше она ко мне начала приставать, раньше это драки были, за все это время, один раз она сказала, что она видела, что я кормила в подъезде кота, я ей объяснила, что это дворовой кот, которого, ну не дворовой, а подъездный, которого и она кормила, и она молча ушла дальше, то есть она не пошла со мной на драку. Но дальше было интересно, поселилась их подружка, которая выставила своего кота и уговорила, что он будет жить теперь в подъезде и туда-сюда ходить. Кот один жить не хотел и позвал с собой Марсика. И у нас теперь два кота жила. Женщина, которая их травила, сделала им коробки, я не знала наверху, коробки, домики там были. Марсик с этим ел с четырех квартир, их кормили с лаки. Единственное, что кормили гадостью и один из них отравился и погиб. Вот, а Марсик еще долго в одиночку жил в нашем подъезде и чихал он на всех и я видела, что они как выпьют, сидели с него гладили и играли. Это результат посыла любви очень жестокой девочке, которой все желали выкидыша и многого другого, потому что это была еще та тварь. У меня с ней нормальные сокновидела много раз. Мы с ней можем поздороваться и даже сказать два слова друг другу. Ей отменили онкологию, она там ездила лечиться и наши коты от нее больше не страдают. Но мне это стоило, как и папину палачку наполнять любовью, чтобы она перестала его мучить. Ну, то есть врага наполнять любовью не самое простое дело, но оно стоит результата. Так что нападающих можно наполнять любовью и они что-то будет меняться. Плюс саму ситуацию можно представить всю эту войну грязным грязным камнем. Сесть на берегу или голубой с золотой реки вот этого озера или на берегу океана золотого и начать просто мыть. Тупо мыть. Представить себе, что это работа на 2-3 месяца или 4 года ежедневного 24 на 7 зачерпывания и литья на грязь камня. Сдирать нельзя, а просто лить можно. И вода все разъест. Можно себе представить, что через эти воды все равно камень чистый и сияет золотом. полностью впитал эту золотую воду и сияет. И это тоже удивительным образом многие годы помогало мне решить ситуацию, в которой я не была решающим лицом. Ну, как-то сформировать ее под свою ситуацию. Есть районовские техники с клубочком. Закинуть клубочек с желанием, взять его из космоса, из рук ангелов, наполнить своей любовью и закинуть и вести идти путеводной ниточкой, что жизнь поведет туда, куда надо. Есть техники перевыбора. Выбрать не войну, выбрать мир и представить себе всю свою вселенную заполненную миром. И впрыгнуть в эту картинку, ноги в ноги, руки в руки и жить там. Это тоже сместит в очень похожую реальность. Допустим, война вокруг, а здесь нету. Тоже рабочие практики. И в 14-м году я в это перепрыгивала, и в другие годы тоже. И купола строила. Рассказываю то, что практиковала, когда угроза была очень вероятной и огромной на моей территории. И у нас уже стояли грады. Каким образом, ничего не умею, не имею влияния, я просто собирала группы, мы делали эти техники, перевыбирая. Потому что сейчас везде показывают выбор. Кто из практиков смотрит, нету решения, нету окончательного решения. Одни старшие арканы, и каждый делает выбор. Все разделяются, что они приветствуют, теневую или световую сторону, чего они хотят, что именно в этом конфликте они выберут. Из плюсов в такие ситуации попадают только мастера и души продвинутые, которым уже пришло время сделать выбор. Ну или двоечники, которые давно его не делают. Из минусов, не знаю, какой сказать, кармическая ситуация, рано или поздно мы должны были в ней оказаться. плюсов. Мы запланировали получить из нее силу. Самые отчаянно веселые запланировали умереть и остаться в памяти других людей как жертвы, чтобы те перевыбрали и никогда не воевали. А так ложатся обычно воины на поле боя. Мы сидим мирно и запланировали что-то другое в этой ситуации. Ну вот просто берем из нее золото и берем наш алхимический талант, что даже каждый из смотрящих это свечи, которые сейчас впитывают воронки, которые идут от каждого жителя и животные считывают страхи. Мои считывали от взрывов. Многие животные испугались. Каждый кто вот это вот все сейчас смотрит и представляет как его окружение, его территория отдает воронками в огонь в трансформацию все свои негативные эти паттерны, ну все вот эти вот блокировки, все семена теней, все тени засветляют светом. Каждый из нас тоже имеет вес. Мы не решаем не двигаем армии, но поле выбирает тот вариант, который выбрало большинство игроков по всему миру, а этот конфликт задел всю планету, ну кроме Востока может быть, то в санкции включен Восток, то есть это глобальное сейчас. То, что происходит это вторжение и начало гигантского конфликта, если ее не остановить. Даже какая-нибудь Австралия и Индонезия тоже в него включены. И смотрите, кто первый загас. Именно богиня войны отработала первая. Акали вот самая яркая сейчас. В общем и в частности справедливость догорает вторую, но гигантом. если все это залить золотом и понять, что это была учебная история, слава богу, с пока минимальными жертвами, для того, чтобы весь мир определился, потому что в 14-м году воздаяние закончило работу. В 14-м году все отморозились и решили умиротворять неумиротворимое. и это не помогло людям делать выбор. А вот сейчас зашевелились везде и делают выбор, потому что это на каждого повлияет. Где-то на экономику, где-то еще как-то. И каждый как-то эмпатично в это включен. Ну вот вам и Магеддон о том, что Крайон говорил о глобальных. Ну, кстати, недельку назад я никого не пугала, слушала прогнозы, особенно касаемые 22-22, коридоры между 22-22 и 22-22. Там типа многие слетят с планеты, момент глобального выбора, кто не выбрал, добро слетает с планеты. Ну вот мне сейчас Таро показывает то же самое, что мне бы пора выбрать добро. Вот, иначе показывают вылет с планеты. Сейчас идет не то, чтобы сепарация, оно наоборот объединение, но мы делаем осознанный выбор. И вот в этих последних огоньках Кали, которые работают с кармой, сжигайте все, 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 что связано с памятью о воинах во всех воплощениях расов и цивилизаций. Именно они сейчас включают все триггеры и страхи. Сделано. воплощениях